доброе утро дорогие друзья уважаемые коллеги мы начинаем наши творческие встречи мы их назвали творческие встречи с известными гитаристами и педагогами они проходят в рамках уже седьмого научно-практического семинара развития исполнительской культуры учащихся гитаристов системе дополнительного образования в нашей программе сегодня произошли небольшие изменения у нас первый докладчик гони виталий ренач он заболел к сожалению и не сможет принять участие поэтому у нас сегодня два выступления и я вам желаю плодотворной работы вы можете задавать вопросы вопросы можно задавать в чате их буду озвучивать либо я либо егор сергеевич ну а мы наверное не будем затягивать время и начнем я приглашаю известную из из известного музыканта пушкаренко екатерина анатольевна она лауреат многих международных конкурсов преподаватель московского губернского колледжа искусств города химки тема ее выступления методика анатолия михайловича пушкаренко это ее отец упражнения для развития беглости и независимости пальцев подготовка ученика конкурсом или концертным выступлением екатерина анатольевна пожалуйста вам слово здравствуйте дорогие друзья а да такие вот интересные темы подобрались по двум из них я писала статьи которые были представлены на конференциях и начну я с рассказ свой с методики моего отца пушкаренко анатолия михайловича для начала расскажу несколько слов о нем буквально являлся преподавателем якутского музыкального колледжа и детской музыкальной школы центральной а также был аккомпаниатором работал филармонии и аккомпанирован различным музыкантом и был организатором конкурсом межрегионального и 2008 году вышла такая вот школа называется на прогрессивная школа игры на шестой на гитаре вот тираж и и уже давно закончился мы все планируем переиздать сейчас покажу как она выглядит да немножко потрепан он же у меня до учениками вот и планируем ее переиздание сегодня я расскажу как она построена какие особенности преподавания моего отца может быть какие то вопросы будут по ходу основная такая идея в этой школе что как бы такая база база техническая очень серьезная отца была мы с братом начали заниматься с шести лет вот и с первых шагов нацеленность была на разработку независимости всех пальцев и очень большое значение отец уделял правой руке говорил что это мотор исполнительского аппарата и пока мы точности не овладеем техникой правой руки постановкой нельзя переходить к левой и в этой школе также представлен ряд упражнений ряд всяких этюдов которые он написал сам только на правую руку вот я что-то продемонстрирую что есть но первое конечно же это посадка буквально тоже несколько слов потому что все уже много чего слышали правильная тема да единственное что хочется сказать инструмент должен держаться без рук отец всегда говорила то что была свобода пока убирайте руки вас фиксированный учеников всегда получается он либо вот так скользит на его соскальзывает в одну то в другую сторону для этого можно использовать различные либо тряпочки и прорезиненные такие резиновые просто коврики какие-то вот у меня сейчас инструмент стоит брюки не скользкие то есть принципе реально совершенно поставить устойчивый инструмент и без рук он совершенно устойчив и тогда вот уже после этого мы как бы ставим правую руку но добиться нужно от ученика чтобы он действительно устойчиво взял ничего не мешало свободе потому что от этого от посадки дальше зависит насколько вы будете свободно шевелить пальцами ну вот такая была история мы используем с сразу помним мягкие такие тряпочки значит такие да и вот как бы была стабильность вот такая стабильность посадки сидеть естественно нужно на пол стула не на краю не на краю и не вот не наклоняться вперед и дальше собственно правая рука все начиналось с упражнения для разработки независимости пальцев и чтобы рука не прыгала отец давал упражнение такое значит с арпеджио с возвращением пальцев то есть сейчас я стараюсь продемонстрировать надеюсь что видно на руку вы видите да что каждый изгибатель у нас работает все три изгибателя и пальчик у нас идет весь палец и он обязательно возвращается вот такое упражнение дает возможность не прыгать рукой вверх да она уже у вас фиксирована и вот работает каждый палец затем по два раза чтобы почувствовать каждый пальчик вот такое упражнение вот затем мы проходили все как бы комбинации возможные пальцы то есть чередование пальцев ну понятно что и м и дальше чередование пальцев м а по открытым струнам и а все возможные варианты и дальше варианты как бы арпеджио и вот сейчас как бы на этих упражнениях разрабатывается ровность нот и независимость пальцев и и вот теперь я хочу как бы рассказать несколько слов о школе значит школа разделена на разделы то есть каждый раздел посвящен одному уроку и он определенный вид техники и на начальном этапе как бы дети тоже легко очень учили ноты благодаря чему благодаря тому что как бы каждый урок был посвящен какому-то одному звуку в начальном этапе допустим ну первый урок понятно ми потом нас миссии разные комбинации миссии соль третья струна да и так далее потом включались басы вот и уже где-то с одиннадцатого с десятого урока это варианты разные арпеджио ушли и причем на разные пальцы то есть не только там комбинации п м а м разные варианты пальцев и значит мы должны были чувствовать натяжение чувствовать опору опору на струне чтобы звук у нас был плотный игра с нажимом обязательно была то есть как бы не еле касаясь да обязательно чтобы был нажим на струне вот сейчас играет пальцем п м а м потому что когда мы развиваем только и вот у нас недостаточно получается а палец слабый и это заметно и слышно в арпеджио в пассажах кстати говоря тоже если палец а не разве то вот м у нас проседает палец это связка а очень важное в развитии сейчас я покажу для вас несколько пьес который отец написал сам на открытые струны для постановки для работы над звуком над правой рукой например вот называл еще так например колокольный перезвон вот такой интересный и опять же с басом дальше например так чтобы пробежаться не занимать много времени значит упражнение допустим на двойные ноты на интервалы да на интервалы здесь идет палец м а и чередуется с м и два таких я играла и пара связка была и м и затем м а упражнение на скакалке допустим да тоже вот такое упражнение да оно имеет как бы тоже уже как пьеска да то есть ребенок только начать заниматься и уже вроде играет мелодию да и следит за тем чтобы у него вот правая лка была как бы за постановкой и за тем чтобы была опора без включения лев руки это реально все как бы вот работа над звуком гораздо эффективнее еще такая интересная вещь каждому уроку каждому разделу представлены ансамбль покажу значит допустим ребенок играет на открытых струнах какие-то мелодии вот а отец аккомпанировал то есть он играл сейчас я не смогу продемонстрировать потому что нужен второй там гистерист значит играл аккомпанемент к этой мелодии и тоже это как бы отец говорил что это было эффективно в плане работы над ритмом было очень хорошо в плане того что как бы ритмичность разрабатывалась и слух то есть гармонии различные ребенок слышал и как бы мелодию он играл простую но вот отец старался аккомпанировать разнообразить ее аккомпанементом разным и тоже получалось уже вот такая вот гармонически интересная музыка вот и в плане работы над ритмом это очень так как бы влияло то есть ну слышал сколько длится четверть сколько восьмые там есть и с точкой нота как бы тоже такая вот работа проводилась на начальном этапе и с ансамблем мы с братом начинали вместе заниматься поэтому с первых шагов у нас ансамбль был сразу в классе то есть мы играли и пьесы и ансамбли это также прекрасно развивает слух и музыкальное мышление игра в ансамбль ну и дальше естественно там начинает усложняться все то есть уже появляются прижатые сейчас мы пока еще по открытым расскажу еще до конца и дальше как бы каждый урок там допустим добавился там звук фа остальные там ноты открытые потом там звук соль фа соль и там открытые звуки да этот способ как бы быстрее дети учат ноты да то есть потому что появляется там один новый звук и остальные звуки уже знают ребята уже играют вот поэтому вот такое изучение ноты еще эффективное дальше очень тоже такая была проблема у некоторых классе отца то есть подгибался мизинец вот с этим он тоже работал значит если начиналось вот такое вот да подгибание мизинца сразу игру останавливал и просил почувствовать мышцу мизинца то есть поразгибать подгибать сам палец вот мы должны его почувствовать да и дальше мы чередовали пальцы а и палец е палец а и палец е просто по первой струне чередовали два пальца палец а и палец е вот и как бы уже чуть позже когда уже подстановка фиксировалась мы еще играли такое аппеджио когда все пальцы в том числе и мизинец стоят на струнах то есть большой получается четвертая струна это у вас палец е и дальше м а е вот и тоже пальцы все фиксировались и игрались и в том числе мизинец вот да и потом значит отдельно прорабатывали вот этот вот палец а вот я сейчас играю пальцем а а мизинец у меня стоит на струне вот очень здорово разрабатывает независимость пальц ну как бы у маленьких детей наверное это сложно получится но вот как бы дальше в процессе работы можно это использовать вот как бы становится более ровная игра ровная арпеджио вот такой способ дальше мы еще занимались тем что у отца играли ученики довольно динамично все то есть использовали крепкий звук с нажимом значит на открытых струнах тоже мы перерабатывали как бы ощущение динамики да то есть чтобы было понятно как делать когда включится левая рука у нас как будет понятно что нужно делать да чтобы было там громче тише крещендо диминуэндо как сделать значит для этого на открытых струнах мы играли аккорды и пять аккордов на крещендо пять на диминуэндо сейчас я продемонстрирую не видно руку говорят полностью да сейчас я попробую а меня слышно хорошо скажите пожалуйста слышно да то есть я могу немножечко камеру наверное это двигать сейчас попробуем а вот так да да сейчас а спасибо за то что сказали значит играли отлично играли пять аккордов на крещендо и пять на диминуэндо то есть значит с нажимом да первый аккорд у нас второй чуть больше третий два форта да и назад и тем самым как бы ученик понимал как нужно делать динамику пьесе да то есть отдельно проработать вот этот нажим и силу нажима то есть если вы делаете два форта то у вас звук естественно три форта да партисима значит больше нажима на струну за счет чего добиваемся плотного звука за счет нажима и оттяжки струны по направлению как первая ко второй вторая третьей третьей четвертой и бас естественно вниз струне да и чтобы добиться полива такого сильного звука да мы получается должны оттянуть струну больше но не всегда получалось равномерно и для этого мы делали такое упражнение чтобы было равномерное крещендо и равномерное диминуэндо то есть каждый аккорд как можно постепенней добавлялся да сила звука и еще и назад мы опускаем вот да и расслабляем обязательно усилия у нас происходит до того как мы начинаем играть вот еще интересный такой момент то есть как бы усилия происходит в момент оттяжки не в момент да в момент игры мы уже должны расслабить а вот до того как мы начнем вот это усилие и уже расслабление на руки вот тоже очень как важный момент и расслабление вот да и значит сила звука вот тем самым мы разрабатывали на открытых то есть это упражнение оно оставалось дальше упиралось что-то уже по прижатым но вот это упражнение периодически возвращались для того чтобы разработать вот эту силу звука и как бы чтобы понимать как делать дименда как крещендо вот и как добиваться там сильного звука и пиано да глубокого да ну и для начала мы конечно естественно играли это на одном звуке да то есть допустим начинать ноги си и сделать дименду обратно вот то есть это в принципе реально даже на начальном этапе я сейчас много сижу в конкурсах детских надо сказать что есть дети которые действительно и динамично играют но много ребят которые на начальном этапе играют примерно одним звуком то есть градации крещендо может быть они стараются это сделать показать как всем телом даже какими-то движениями но вот если не смотреть на ученика то ощущение что он играет примерно в одной динамике да то есть нет не хватает какой-то градации звуковых а это всегда делает игру более интересной ну естественно как бы стремление к тем нотам к важным нотам опорные ноты чтобы были какие-то акценты в музыке вот тогда она становится интересной разнообразной ну вот на открытых струнах такое упражнение оно очень помогает но для начала действительно нужно поиграть по одной струне так сделать крещендо-димендо и потом уже перейти к аккордам то есть вот такой способ давайте тогда наверное уже дальше пойдем с левой рукой вроде бы все сказала да единственное вот еще момент как бы свобода запястья да чтобы оно у нас было не зажато то есть при игре тоже обращали на это внимание то есть вот обязательно чтобы было расслабление и почувствовать руку от плеча да то есть вот силу пальцев кончики пальцев от плеча да чтобы у нас подшел вес и тогда получается звук более активный да и естественно рука не зажимается да еще важно поставить вот так вот так сверху на деку вот сюда и тогда вес идет кончики пальцев плеча да еще поиграть если не получается почувствовать вес руки поиграть на весу то есть не пережимать и значит положить руку на такой армрест есть специальный положить не положить а почувствовать и потом положить так чтобы она не пережималась здесь не было режима естественно рука ставится в районе подставки до нижней подставка и сюда иногда когда слишком сюда плечо поднимается начинает подниматься в районе нижней подставки и рука еще прямая естественное положение руки просто как проверить вот вниз и усилий просто вот так вот расслабить пальцы и собственно ничего не делая расслабленное состояние поставить на струну вот так вот и все и получается самое естественное положение и из этого естественного положения вы уже начинаете играть со свободой обязательно то есть с расслабленной руки начинаем играть и усилие у нас происходит до звука то есть вы делаете усилие когда нажимаете на струну да еще одно упражнение у нас было если не получалось как бы вот это да сыграть с нажимом отец просил просто значит по как бы поставить пальцы не играя просто подтягивать то есть смотрите что я делаю я не играю просто как бы каждым пальчиком понажимать на струну я ее просто как бы раз раскачиваю вот и очень ощутить нажим и ощущение каждого пальца в отдельности и большой также просто понажимать понажимать на струну очень полезно только вот извлечь звук вот там буквально минутку понажимать и уже ощущение вот придет такой как бы опоры и нажима на струну так значит теперь по левой руке дальше перейдем если процессе какие-то вопросы возникают тоже все начиналось с того что мы просто без правой совершенно без правой вот и репетировали нажим нажим на каждым пальчиком без правой руки вот что это дает это дает возможность минимизировать само прижать как правило дети первое время начинают переживать звук даст ли прижимать струну слишком сильно слишком большое усилие используют и значит такой как бы способ нажимать отпускать струну вода и чувствовать как бы усилия и расслабление силе и каждым пальцем просто пройти то есть мы фиксируемся видите да без правой руки мы фиксируемся на левой руке как бы на ощущениях левой вот и тем самым добиваемся вот этого минимального нажима и также важно очень важно кстати говоря положение большого пальца за грифом потому что большой палец может испортить всю постановку рассказать сейчас я уже из личного опыта тоже наблюдая за своими студентами учениками большой палец ставится ближе к ребру вот можно проверить взяв баре вот у нас как раз становится на ребру большой палец и дальше принципе это же положение остается у нас если мы возьмем прямой палец рука слишком разворачивается здесь рука как бы немного наклон чуть-чуть влево есть в принципе не синий при не прямо они чуть с наклоном охватывают все четыре лада очень важно здесь еще в дальнейшем растяжка пальцев не расскажу работать до чтобы у нас было везде и при перемещении везде одинаковая позиции когда скачок дети наверх делает так поворачивать руку с первой позиции правильно здесь начинают так разворачивать первое упражнение это вот был такой нажим 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 на струне дальше я пропустила немного не сказала про большой палец тоже кстати говоря занимались потому что когда если играть большим пальцем так не скованно помогая рукой то блокируется работа и мы играли упражнения с большим пальцем там тоже есть данные упражнения на чередование естественно струн в разных ритмах допустим там сначала там восьмыми и потом 16 и обязательно это ритмизованные упражнения такие и еще разрабатывали сгибатель играли упражнения вниз и вверх это же мы играли восьмыми вот и добивались чтобы он свободно у нас вниз обязательно работу основной сгибатель вот этот основной сгибатель который вот собственно да если вы будете работать то он не зажимает руку мне вот не блокировать что блокирует и еще очень важный момент не вытягивать палец а как бы смотрите он выше и используется также самый как пальцем и м а левая сторона левая сторона левая сторона то есть иногда дети играют вот так всем пальцем чуть выше когда у вас правильная постановка в принципе он сам так собственно и встает к краешку касается к краешку если мы чуть вытягиваем получается такая история он зажимается к обратить на внимание в таком положении более активный и обязательно также он должен возвращаться на струну видите да он сыграл и сразу возврат усилия и при возврате он расслабляется обязательно усилие расслабление дальше я думаю что пойдем еще такой момент но теперь расскажу как мы работали дальше значит естественно вы играли потом уже с прижатыми но играли на стаккату то есть отривистыми звуками опять же для того чтобы минимизировать прижатие да чтобы он сильно не давить может когда начинает легата играть длинными звуками слишком сильно пережимается звук то есть для начала попробовать найти вот этот минимум усилий да и не очень громко кстати говоря когда начинаем играть громко на начале так естественно то есть обе руки начинают делать одновременно одинаковое усилие то есть правая включила и громко и левая начинает пережимать на звук здесь важно чтобы у нас вот найти этот минимум усилий чтобы левая рука была легкая да отривиста и потом при перемещении большой палец двигается у нас вместе со вторым пальцем и не меняется положение очень важно обратное движение там чуть-чуть другое да два элемента играются на одной позиции и потом большой палец у нас делает переход 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 видите да то есть вот это движение то есть раньше времени переходить иногда у меня тоже учеников двигается большой палец все время нет здесь как бы два хроматизма да переход да так тоже можно без правой руки это потренировать вот тоже очень важный момент что если не получается как бы движение большого пальца большой палец иногда он так же себя неправильно ведет и это передается в игру она становится более корярные переходы именно непонятно почему а здесь большого пальца происходит то есть он не вовремя какой-то переход или держит удерживает и остается там да то есть важно отследить переход да и тогда получается ровные ноты все без усилий да вот и проверить вот без правой руки такой вот момент дальше мы еще интересная вещь мы играли гамма ну продолжили мы конечно когда уже начинали более лучше играть мы начинали играть гаммы без правой руки тоже вот как бы разрабатывали силу пальца да свободу левой руки что это значит то есть ударами допустим ну вот мажорная гамма которая без открытых да идет руками вот я там один звук пропустила смотрите значит получается просто как молоточек да вот такой удар как молоточек и обязательно палец не расслабляется да тут важно что что пальцы вместе все не собирались да а каждый палец как бы до себя отвечал вот и как бы свобода пальцев появляется при вот такой разработке очень классно левая рука тут более активные становятся пальцы прокачиваются вот так и еще один способ расслабить левую руку тоже проблема конечно такая существует дети пережимают большим пальцем за грибом то есть сильное давление на большой палец идет и дальше у меня студенты некоторые жалуются что при каких-то элементах сложных у них поваливает даже вот здесь вот эта мышца большого пальца между большим и указательным такой момент я думаю что учеников тоже это заключается какие-то сложные аккорды когда берутся вот что мы делали мы играли без большого пальца гаммы чтобы почувствовать что в принципе можно обойтись без него знаю видно или нет но вот сейчас я играла не держа большой палец тоже какие-то может быть не гамму а какое-то простое упражнение не собрать и отпустить просто его и почувствовать что в принципе в пальце нажим нам нужен только на пальцы один, два, три, четыре да а большой это поддержка тут у нас действие а здесь противодействие да просто поддержка и в принципе не нужен да и тогда когда вы его ставите он перестает такой силой давить да то есть понимаешь что в принципе это давление совершенно не нужно также мы играли гамму опять же на стакката когда начиналось какое-то слишком сильное давление то есть то есть и обязательно при стакката чувствовать усилие и расслабление когда вы отскать нельзя вся рука расслабляется и важный момент большой палец тоже отпускать потому что все равно на начальном этапе ученики дали очень сильный и большой и второй третий и обязательно отпускаем когда расслабляем и большой тоже отпускаем то есть давление расслабляем и во втором и в большом пальце и как можно легче прижать вот такая история с рукой с левой и вот и занимались мы такими моментами еще одна вещь это координация рук отец тоже уделял большое значение этому вопросу и подготовка пальцев заранее чтобы мы уже думали о следующем звуке и что значит координация рук то есть это небольшое опережение левой руки то есть какие-то элементы когда вы играете и чтобы они получились у вас чисто то есть сначала у нас какая-то доля секунды происходит прижатие левой рукой а потом уже как бы пойдет правая рука вот и эта доля секунды она дает возможность как раз играть чисто да то есть когда у нас все да получается да сначала левая потом правая и подготовка пальцев то есть элемент как бы подготовка пальцев то есть что я имею ввиду то есть заранее у вас где-то на растяжке вы даете возможность пальцы заранее подготовиться например и тянемся и тянемся то есть как бы заранее и вот такая гибкая левая рука не знаю может быть не самый удачный пример в плане того что подготовки пальцев ну вот идея такая что как бы левая рука отвержает и правая рука у нас следует за ней сначала происходит прижатие и какие-то элементы не получаются бывают заигрываются какие-то пассажи ну во-первых конечно сыграть в медленном тейпе и почувствовать что у вас сначала идёт сначала идёт левая а потом за ней правая схеда отец всегда пел на уроках тем самым показывая опорные ноты показывая стремление показывая динамику это очень развивает и слух развивает и ты начинаешь слушать это произведение то есть не механическая память идёт механическая в смысле что руки играют а потом ты уже начинаешь слышать то есть каждую фразу нужно в голове чуть прислышать что ты будешь делать в ней и заранее её как бы в голове представить а потом она уже идёт в пальцы то есть выражается в звуке и тем самым отец вот так вот работал над музыкальностью заставлял нас петь как бы пропевать и сам всегда это было всегда то есть он даже по-другому не занимался пел просто пел мелодию пел и показывал как бы вкладывал ещё какую-то огромную энергетику в своё пение показывая нам как нужно вести где пьяно где это очень отражалось ещё и на лице эмоционально очень это всегда показывал и выкладывался на уроках вот когда с нами особенно работал в ансамбле тоже было очень понятно и ясно что нужно делать то есть как бы на чувстве на ощущениях каких-то то есть какие-то это были даже не заученные а вот именно эмоции в этот момент музыка рождается ощущение действительно это очень помогало в развитии музыкальности вот и важно конечно же музыку которую мы играем без инструмента уметь представить уметь ее услышать в голове чтобы она у вас звучала ну вот в работе со студентами я использую этот вот этот элемент то есть как бы без инструмента чтобы в голове студент мог пропеть произведение и представить его представить его себе как это звучит где что происходит какие опорные ноты какие стремления где начало конец фразы вот фразы должны быть естественно длинными то есть часто дети играют какими-то короткими особенно мелодичные произведения да играют короткими фразами да слишком много остановок получается дыхание иногда ну то есть как бы мысль длинными фразами говорится чем длиннее фразы тем выше класс музыкантов вот это тоже такой важный момент развития музыкальности ну и дальше мы еще у нас братом когда у нас было много времени свободного это было летом мы занимались много гаммами выучили в принципе все все гаммы во всех тональностях практически да это было целое лето мы на это положили играли все гаммы и играли их разными аппликатурами в правой руки имеется ввиду что пальцы м и затем пальцы м а аппликатура то есть допустим ну я на одной а сейчас аппликатура была м а вот потом мы включали аппликатуру и а вот такая аппликатура я собрала сначала и потом м а затем и а и затем были аппликатуры еще с большим пальцем это была аппликатура п и п м п а то есть видно то есть работает вниз и и затем мы играли то же самое п а вот и еще одна аппликатура использовалась с нами это а е вот иногда мы так тоже играли в то время это помогло для разработки пальца аппликатуры это прям расслабило и опять же пошло прямо очень 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 да и еще мы занимались взглядом мы играли очень интересные любые мы собираем большому пальцу все четыре пальца и и как бы такие щелбаны выпускает причем так довольно довольно натяжение усилия и потом они выскакивают вот и поэтому получается вот такой активный для начала просто без инструмента прокачивали ну естественно играли и затем уже попробовать собрать пальцы и это тоже помогает разработать независимость пальцев и силу пальцев они становятся более до екатерина анатолий есть вопросы во первых вопрос насчет к школы вашего отца книжки когда вы ее собираетесь переиздавать и как ее приобрести очень многие люди интересуются это и пишут вот это вот такой вопрос еще вопрос от нашей коллеги лариса мохиной доброе утро подскажите пожалуйста как лучше подготовить ребенка к исполнению качественного баррэ давайте сначала по первому вопросу тогда отвечу действительно очень давно уже собирались переиздать хотелось просто дополнить еще материалом моими наработками сейчас я нахожусь в процессе разработки и хочу еще методические рекомендации написать некоторые я думала что это не раньше летом буду точно этим заниматься действительно как бы тираж был небольшой но он ушел очень быстро 2008 год издания да и у меня это последний экземпляр в вами остался будем стараться в общем это сделать действительно это нужная вещь интересный полезно постараемся и второй вопрос как позаниматься баррэ такая проблема есть да во первых это правильное положение пальца тоже рекомендую для начала прижимать без правой руки сразу звук не надо заниматься и где-то ну вот как бы еще на первых лотах здесь более тубой дак прижимается более туго струна попринялся где-то в районе 5 лада начну ставим палец на ребро да на ребро рядом с порожком и значит просто по прижимать по отпускать сначала просто почувствовать даже причем вот так знаете палец тоже опять же не равномерно же струна распределы или что палец у всех длина разная до строение пальца разное то есть иногда попадает куда-то на сгибатель вот во-первых поискать положение пальцы чуть выше чуть ниже попробовать до ребенка сама поискать вот почувствовать нажим всего пальца именно вот ощущение нажима вот можно сначала даже попробовать вот допустим что весь палец лежит прозвучала там первая струна потом там весь палец лежит нажим перенести на вот на третью струну нажимать вот так попереносить нажим и еще такая рекомендация когда в принципе мы играем можно немножко подтянуть руку на себя назад момент игры просто вот на себя не потянуть и уже вот это усилие увеличивается вот и вот это как бы подтягивая на себя таким образом вот добиваемся да и для начала вот просто прижимать подпускать естественно две струны три четыре пять шесть и вниз пройти вот такие вот рекомендации если еще какие-то вопросы да вот спрашивают положение большого пальца левой руки изменяется или нет я сказал что ощущение вас не должно быть что вы сильно давите как раз надо чтобы это избежать это давление оно лишнее в принципе слишком сильное просто такое противодействие да он стоит у нас в комбине прямой вот эти если возьмете прямой вот получается такая корявость когда большой палец у нас левая сторона левая сторона большого пальца спасибо вот еще вопрос здравствуйте ексерина анатольевна расскажите имеет ли значение мензура гитары и отработки упражнений гамма арпеджио баре мастер на котором вы играете использована уменьшен уменьшенную мензуру для заказов концертных исполнителей такой вопрос вы знаете я никогда не играла на уменьшенной мензури у меня 650 мастер макс сукер литовский мастер из вильнюса дополнительный резонатор есть на гитаре у меня никогда не играла на кстати говоря когда я начинала маленькая не было в принципе вообще маленький гитар 90-е годы найти даже не знаю мне кажется не было насчет маленьких мизур вообще маленькие гитары половинки для детей да как-то у нас это все в стране у нас не распространено я помню что в нашем городе я родилась училась в иркутске до 12 лет я там прожила затем мы переехали в челябинск в Викторию Трючкову поступили в колледж и до этого момента мы начали сразу на больших гитарах но начали на мастеровых хороших качественных инструментов ну не было у нас хомячков был известный питерский гитарист Лев Андронов это был его инструмент дорогущий инструмент действительно родители его приобрели каким-то чудом достали и вот такая гитара была обычная гитара то есть была мы начинали вот с маленьких у меня было 7 брату 6 брат был ростом гитар и надо сказать что да испытывали сложности да это правда это правда но вот начинали и я как бы не пробовала играть на каких-то уменьшенных мизурах и кстати даже не знала о том что мой мастер делает такие вот инструменты мастерам еще может быть сложно было сделать маленькую гитару потому что у них были определенные шаблоны по разметке грифа надо чтобы она еще строила но вообще вот наши фабрики российские советские фабрики музыкальных инструментов которые делали вот ужасные гитары которых играть было очень сложно учиться они были все-таки немножко меньше размером размерами чем вот эти вот современные у них была меньше мизуру чем 650 но назвать их маленькими на них просто сложно было играть лучше было на большой играть на нормальной гитаре там на музей это был самый приличный инструмент в советском союзе поэтому да с инструментами были проблемы это действительно так это сейчас можно заказать любого да еще один вопрос екатерина анатольевна покажите пожалуйста несложный этюд на баре с которым могут справиться дети 78 лет несложный этюд на баре слушайте но я думаю что знаете что тут скорее не тюд а может быть пьесы вот того же самого виктора козлова вот у него есть пьеса такая называется кошки-мышки и вот там серединка я попробую сейчас вспомнить сейчас не так серединка а 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 и дальше пошли бейсанды и посанки мне кажется это полезная вещь в плане баре там простые баре как раз и даже звук давляет здесь у нас на третьем вот такая полезная вещь называется кошки-мышки мне кажется что полезно поиграть получать баре туда как раз добавляется и четвертый палец простое а тюдов такие на начальном этапе потому что все там король и каркасе там эпизодически только есть а так чтобы на баре они уже более сложные и скорее рекомендовала бы обратиться к современным композиторам и там и там на определенной технике да вот еще коллеги пишут пишет коллега что есть пьеса зинаида смирнова их называется кикимора там используется малая баре очень симпатичная пьеса можете найти что скорее современные к ним обратиться и посмотреть что есть да еще пожалуйста вам вопросы к екатерине анатольевне задавайте пока она с нами ну да но екатерина анатольевна вы учились у козлова да еще смотрите да у меня такой длинный путь сначала мы занимались с братом моего отца это было 4 4 года мы занимались у отца и затем к нам в город приехал Виктор Викторович Козлов с концертом и мы с братом показались на мастер-классе сыграли для него небольшое выступление вот и они долго беседовали с отцом и пришли в поводу что нам нужно ехать учиться продолжать обучение у Виктора Викторовича потому что там был специальный колледж где были и музыкальные и школьные предметы в одном учебном заведении а тут мы разрывались между двух школ было неудобно возить нужно было мы учились в школе отца тут нужно было возить две школы у нас были маленькие вот а тут уже как бы все в одном здании все предметы и нацеленность естественно на музыкальное образование ну и плюс как бы интересный опыт как бы заниматься у разных преподавателей я уже много дал может быть стоит как бы дальше постараться развиваться действительно был очень хороший интересный такой шаг что нас отправили с мамой мы учились три года жили в городе Челябинске и закончили там музыкальный колледж при Челябинском высшем музыкальном училище а дальше уже поступили в Москву брат попал в класс Анастасии Бардиной а я попала в класс Александра Иосифовича Веницкого вот ну тоже интересно было мы занимались с Александром Иосифовичем и импровизацией он рассказывал про джазовые всякие гармонии у нас был предмет джазовой импровизации вот когда один играет тему один играет аккомплимент брат мне играл а я импровизировала на тему вот этих гармоний ну естественно зная какие звуки там говорительно Александр Иосифович объяснял что нужно делать был такой интересный тоже был опыт в обучении джазового гитариста в том числе я играла его музыку вот работали над всякими интересно было с ритмом позаниматься то есть это очень эта музыка организует ритмическую составляющую вот важный кстати чтобы была игра такая устойчивая конечно ритм это одно из таких столков действительно музыкальных самых главных вот а потом уже я поступила в класс Сергея Ильича Финкельштейна где мы продолжили заниматься вот и звуковосвучением и дорабатывали всякие тоже интересные моменты вот как бы такие это мои преподаватели ну и помимо этого еще порала мастер-классы у Карла Маркиони Андреас фон Вангельхайм Юран Зергит тут такие известные имена монтависты вот как бы черпала информацию у онлайн музыкантов да вот еще пишут что есть бар этюд на страничку про баре вот да вот тут вот коллеги просят рассказать значит но это не к Екатерине Анатольевне вопрос и проанонсировать значит первый открытый всероссийский конкурс будет гитаристов и композиторов имени Виктора Козлова называется акварели гитары будет в 2022 году там март сейчас попробуем если будет возможность положения может быть здесь как-то в чате да это планируется действительно на связи с Еленой Михайловной Попряновой сейчас я как раз готовлюсь к выступлению в Челябинске меня приглашили на концерт памяти Виктора Викторовича 3 марта это будет большой зал Прокофьевский зал в армонии значит я специально для этого концерта учу очень уникальное произведение Виктора Викторовича это последнее его творение которое называется ангел вот еще никто его не слышал что он видел ноты только у меня Елена Михайловна мне их передала вот она практически у меня уже выучена готова действительно пьеса не похожая на его творчество он эту пьесу даже не закончил не успела закончить Елена Михайловна нашла его на столе вот действительно история интересная и именно называлась она ангел название этого произведения вот и оно такое драматическое действительно удивительное драматическое произведение это совершенно не похоже на творчество Виктора Викторовича я много его произведений играла интересная пьеса действительно вот с каким-то смыслом глубоким таким очень необычно надеюсь что оно прозвучит так как оно должно прозвучать вот еще конфликтирует с Еленой Михайловной и она дописала одну часть последнюю часть она дописала сама потому что оно было не закончено практически все и вот не хватало финальной части она ее дописала пришлось закончить я буду помимо его еще несколько пьес Виктора Викторовича играть вот и еще готовится к изданию книга о Викторе Козлове там будут воспоминания его учеников коллег музыкантов она выйдет к этому самому не в этом году она выйдет через год она выйдет действительно через год потому что сейчас пока сбор статей я в том числе написала статью ее уже можно прочитать если интересно она у меня опубликована на моих страницах в фейсбуке и контакте есть там же можно прочитать статью о методике отца есть если интересно вот такая информация там я описала как бы свое вспоминание о том как мы учились у Виктора Викторовича то есть какие-то и смешные истории там были процесс обучения то как он занимался работал достаточно интересно Елена Михайловна читается на одном дыхании статья вот это и значит будет такой концерт но я знаю что Елена Михайловна планирует провести да вообще международный конкурс через год через год международной памяти Виктора Викторовича Козлова но там будут представлены не только фитера но и фортепиано еще другие инструменты такой мультиинструментальный еще конкурс будет в Челябинске проходить сейчас она готовит к изданию вот эту книгу его пьесы то есть будет выйдет полное к этому конкурсу будет полное собрание его сочинений и она делает переложение с гитарами на фортепиано уже мне сказала что переложила около 30 пьес гитарных на фортепиано вот то есть для пианистов еще такой репертуар современный ну вот такая информация так отлично сейчас тут еще так да тут вот коллега написал что вот автор этого бар этюда Лепешкин кому интересно вот существует существует ли по вашему мнению универсальные способы сохранения интереса ребенка к занятиям в течение всего года о мотивации расскажите да действительно когда я занималась в детстве у нас была мотивация во-первых мы соревновались у нас был соревновательный элемент конечно не у всех детей такое есть такая возможность когда занимается брат и сестра или брат и брат да тут уже есть такая особенно игра в ансамбле тоже все заряжает мотивирует ну и конечно же подготовки к различным выступлениям то есть какие то даже можно проводить для начальной этапе домашние концерты просто сделать вот такой собрать дедушек бабушек и вот провести такие домашние концерты они тоже мотивируют сыграть программу сыграть ее классно вот такой домашний концерт ну и затем уже конечно это подготовки к конкурсам да ну и когда еще начинает получаться у детей то есть это уже в принципе сам по себе стимул заниматься ну и очень много зависит от преподавателей что насколько он может заразить увлечь может быть стоит показать какие-то видео на уроке даже сейчас есть возможность у всех открыть с телефонов планшета показать чего можно научиться как это классно и здорово вот ну и конечно же да игра подготовка к конкурсам в дальнейшем это вот самая главная мотивация я считаю и может быть еще игра интересей каких-то пьес да то есть вот то когда я замечала что дети берут то произведение которое GOTWAYip они быстрее gut то есть они только эти гадоги там изучать какую-то там произведение у меня тоже я всегда выбирала пьесы которую мне слушало послушать послушала эти пьесы, я выбирала очень сложные произведения, но так как они мне нравились, это был стимул их выучить. Я слушала, как они звучат и стремилась сделать так же. Такая мотивация. Так. Ну что, вроде бы вопросов больше нет. У меня вторая же тема есть, но я не знаю, по времени уже укладываемся. Упражнения для вторая и, собственно, третья, я боюсь, что мы не доберемся. Мне кажется, это отдельная тема для разговора, которая третья часть, потому что это будет долго, это еще на час. Но, может быть, сейчас я быстренько еще расскажу про упражнения для развития беглости, которыми я несколько хотя бы покажу, которыми я занимаюсь студентами, и мы сами занимались в детстве этими упражнениями. Какие-то упражнения достались от что-то от Виктора Козлова, это что-то уже мое, мои наработки. Вот сейчас несколько могу показать, если это интересно. Мы можем посмотреть. Да? Когда вот первое упражнение, может быть, его знают, сейчас я покажу, значит, вот на развитии независимости пальцев, значит, вы играете все пальцы в ряд, и мы их не отпускаем, и затем по очереди каждый палец поднимаем. То есть, все остальные стоят, да, и у вас первый пошел, второй, третий подняли. То есть, ощущаем, каждый палец поднялись. назад движение, оно немножко сложнее. Назад мне говорят, что сложнее сделать. Если не получается, то тоже без правой руки попробовать попереставлять, и потом уже включить левую руку. Вот, это упражнение играется от разных ладов, то есть, вы сыграли, допустим, и затем от третьего разрабатывать независимый спальтик. Очень здорово. Еще такое хорошее упражнение на смену позиций. Называется скачки. Это мы играли у Виктора Викторовича каждого как раз. Значит, в чем суть? Перемещение руки по глифу. Вы начинаете со второго лада, и без пропуска ладов на каждый лад мы прыгаем и возвращаемся на второй лад каждый раз. Делаем это от разных пальцев. со второго, с третьего, с четвертого. Стараемся не глизонтировать, и что важно, чтобы был единый темп, то есть, когда у нас скачок увеличивается, темп у нас один. Так-так-так-так-так-так-так. Темп увеличивается, темп единый, да, скачок увеличивается, но темп у нас один, то есть, не замедляем, да, рукой. Вот. И большой палец скользит. Здесь у нас рука опускается, вы ее расслабляете, бросок руки такой. И еще важный момент, когда вы играете в высокой позиции скачок, то глазами мы уже не крутим вот так вот, а мы смотрим только на тот лад, который мы делаем скачок. Вот. А на второй лад мы уже не смотрим, палец сам как бы находит уже этот лад. И дальше мы это упражнение еще усложняли, мы его играли по ля-мажорной гамме. Что это такое? Сначала нужно сыграть ля-мажорную гамму на третьей струне. И дальше мы делаем скачки по ля-мажорной гамме. То есть начинаем от ля, ля-си, ля-до-диез, ре-ми, по-диез, соль, ля-до-диез. Вот. И возвращаемся все время на ноту ля. Очень классно организует вот это перемещение. И нужно вот на расслабленной руке это все делать. Делаем от разных пальцев. Очень классно помогает вот на смену позиции упражнение такое. Делаем от разных третьего, четвертого пальца. Тренировочное такое упражнение. Детям очень нравится, кстати, играть. Вот. И единый темп какой-то. Можно даже и с метрономом его потренировать. Вот. Еще мы играли тетрахорды. Это четыре столбика у нас было. Вот как они выглядят. Почему четыре столбика? Вот. Они записываются пальцами. Сейчас их покажу. Вот. Четыре столбика тетрахордов. И вот смотрите. Мы начинаем пальцы. Ну, с пятого лана мы его играли. Первый, второй, третий, четвертый. Да. Делаем акцент на первый палец. Затем мы играем со второго пальца. И уже акцент у нас на второй пальце. Потом с третьего пальца. Дальше четвертый. Видите, я играю потом в два раза быстрее. То есть сначала играем как бы восьмыми, потом шестнадцатым. И акцент у нас получается сначала каждой четвертой на поле, затем каждой восьмая. Значит, первый столбик у нас с первого пальца, затем со второго. Что значит со второго? Со второго** начинаем. Получается второй, третий, четвертый, первый. Потом из третьего. Третий, четвертый, первый, второй. Четвертый, первый, второй, третий. Тоже очень классно организовывают пальцы. Вот. Второй столбик, он в обратную сторону. Четыре, три, два, один. Начинаем с четвертого пальца. Третий. Второй. Первый. Вот. А дальше мы начинаем усложняться. То есть это как бы простые. А дальше мы начинаем, такая путаница начинается. Первый, третий, второй, четвертый. Вот это первый. Дальше у нас второй, третий, первый, четвертый. И дальше мы опять начинаем со второго пальца, только другая комбинация. Потом третий, четвертый, второй, первый. И четыре, один, три, два. Вот такой. И дальше есть там еще два тубика. Вообще их всего пять. Вот. У меня пока три, я записала себе. Есть у меня там, если нужно, я пришлю. Именно пальцы, номера пальцев. Вот. Играли, мы играли с пятого лада, можно от любого другого лада играть. И страна, ну как бы, центр крифа, здесь третья страна. Вот такое упражнение. Вот. Еще много всяких есть других. Не знаю, есть ли время. У меня уже и много на работу. Я сегодня преподаю в колледже, у меня ждут студенты. Ну, вы сами смотрите, очень интересно. Если можно, то кратко там, что вы наметили, расскажите нам. Кратко. Да, хорошо. Значит, мы как бы занимались еще упражнениями на легатто. Они тоже очень хорошо разрабатывают пальцы. Ну, вот как бы пары пальцев, да, делились на пары пальцев. Первый, второй, второй, третий, третий, четвертый, первый, третий, второй, четвертый, первый, четвертый. И играли вот такие на пары пальцев. Затем продолжаем вторый, третий, третий, потом третий, четвертый. Здесь в легатто, что важно, чтобы у вас был вот такой точный удар, как бы, да, и довольно резкий. Ну, то есть, как бы, не вялый палец, да, то есть, чтобы был звук, да, вот. И такой, как бы, небольшой замах, и вот палец расслабляется, когда уже ударил, все, он должен расслабиться. То есть, не держать его в напряжении обязательно. Вот, дальше у нас пошел третий, четвертый. Потом первый, третий. И второй, четвертый. Первый, четвертый. Вот. И следить, чтобы, как бы, рука не крутилась. Только палец, да, у нас работал только палец. Вот. И еще, когда мы выходим с первой струны, у нас немножечко рука, видите, как она по такой грибе там выходит. То есть, выходит, и потом она ныряет, как бы, под гриб. Вот. Вот такое движение тоже, как бы, помогает, вот, легко работать. Так. И дальше мы играли еще восходящий и нисходящий легатто. То есть... То есть, как бы, вверх. И третий, четвертый обратно. Нисходящий. Вот. И то же самое делали вторым, третьим, четвертым. Это чуть сложнее, потому что здесь делать это действие на третий, четвертый. Вот. Это надо отдельно этим заниматься. Такие. Ну, естественно, эти упражнения мы играли еще без легатто и играли пальцами МА. То есть, вот этой парой и играли... ...без легатто. Вот такая вещь. Еще, естественно... А, еще одно упражнение на легатто хорошее есть. Это уже Пеппе Ромеро, такой испанский гитарист. Он показывал его в своих мастер-классах. Значит, по шестой струне. Но оно играется по басовым струнам. Ну, перейдем. Смотрите, что я здесь делаю. Значит, я беру первый звук большим пальцем. И дальше у нас второй. Четвертый. Дергивай. Сдергивай. Третий. Четвертый. Дергивай. Второй. Четвертый. Здесь через лад уже. И дальше первый пальц перешел на второй лад. Сдергивай. Третий. Четвертый. Сдергивай. И через лад. И вот таково. Очень классно проанкачиваем руку. Ну, вот такие вот упражнения. И еще есть упражнения на растяжку пальцев. Какие еще я не сказала. На аккорды, интервальные. Ну, мне кажется, основные вот такие вот тетраккорды. Налегата. Ну, растяжку может быть, вот эти все знают. Как-то, значит, чередуются. И, значит, и лад, и палец. Вот, да, и так далее. Можно делать через лад. Как-то, да. Ну, здесь как бы важна плавность. Плавность движения. И чтобы рука у вас не вращалась. Дальше. Горизонтальные, которые растяжка. Здесь медленно потянуть пальцы. Через лад я играю просто. Первый второй. Третий. Четвертый. И в обратном возвращаетесь. Дальше тоже самое делаете. По пятой струне. И так далее. Вот, еще есть упражнение Джона Тейлора. Пожимаю, играют несколько гилтой. Значит, тоже на независимость пальцев. Вы ставите на второй струне. Четыре пальца. Вернули палец на второй. Потом шестая. Первая. Вернули палец на второй. Вернули. И медленность также. Вот такое интересное упражнение. Тоже на развитие независимости. Но я думаю, что хватит информации. Спасибо большое. Вот тут коллега написал, просят схемы столбиков написать, тетракордов. Если будет у вас время. Конечно, конечно, конечно. Если напишите, мы можем в чате опубликовать эти столбики. Люди посмотрят. Может быть, кто-то. Да, конечно. Там порядок пальцев. Да, да, да. Вот спрашивают, Екатерина Анатольевна, может, у вас есть сборничек таких упражнений, собранных вместе по разным вопросам технического развития? Я думаю, что настал момент, когда действительно надо это все уже, наработки все эти издавать. На самом деле нет. Пока нет, Сборник. Пока нет. Я думаю, что надо это действительно издать. И с методическими рекомендациями все это написать. Сделаем обязательно. Ну, хорошо. Спасибо вам большое, Екатерина Анатольевна. Ну, да, по поводу подготовки учеников конкурсом или концертным выступлением, может быть, пару тезисов скажете? Да, конечно. Значит, смотрите, у меня тоже есть статья. На самом деле ее можно почитать. Она у меня есть, точно опубликована. Ну, ранее, я думаю, что это два года назад я ее писала. Она называется «Преодоление сценического волнения». Вот как раз по теме подготовки там много, на самом деле, информации в этой статье. Ну, кто найдет, кому интересно, это в ВКонтакте нужно полистать на стене, она опубликована, или в Фейсбуке тоже она есть. Значит, ну, вот основная идея в том, что при подготовке, да, тут важно что? Важно, чтобы, если есть какое-то, да, волнение, да, у ученика, то дать программу на начальном этапе, которая точно справляется. То есть не превышать его технические возможности, да, чтобы он точно ее знал. И, как бы, стабильность вот посадки, стабильность рук, ну, то есть это, как бы, начальный этап очень важный, да, чтобы у нас шло дальше, исполнение крепкое было, да. То есть, чтобы это была стабильность звукоизвлечения, да, когда крепкий хороший звук, в принципе, вот меньше такой, как бы, дрожек, да, становится, когда устойчивость есть какая-то. Вот, и при подготовке, смотрите, ну, тут важный момент, что, значит, вот как я работаю со студентами, мы, ну, например, без концертной практики все равно, даже если все стабильно, все равно все волнуются, вот, и начинают трястись. То есть обязательно где-то там два раза в месяц они выезжают в какие-то у меня библиотеки, там, не знаю, где-то играют, обязательно бесплатно просто обыгрывают программу перед важными конкурсами, перед экзаменами, там, классные концерты мы проводим, вот. И при подготовке важный этап разлучивания произведения, то, как они его разлучивают, да, чтобы была стабильная игра на сцене, правильное разлучивание произведения. То есть мы играем с разных мест, то есть они могут у меня сыграть, я останавливаю, так, с этого пускай, с этого, важно, чтобы они знали произведения с вот разных моментов. Стоп, вот с этого момента, стоп, там, я, например, напела кусочек, и вот они повторяют, с какого момента. То есть для этого музыка должна звучать в голове, да, чтобы у нас было все стабильное на сцене, вот важный момент, чтобы сочинение звучало, произведение, оно было не только в пальцах, но и как бы вот в голове. То есть фраза сначала у вас рождается в голове, затем уже передается в пальцах, вот. И как бы потренироваться, тренируемся иногда, то есть мы играем в классы, то есть мы собираемся всем классом и играем, просто каждый проигрывает перед, там, начетом, играем друг другу и обсуждаем, что не получилось. Еще используем запись, то есть вот, как бы я записываю, и со стороны у меня студент отслушивается это сочинение, и я говорю, где тебе не понравилось, какие моменты. То есть самостоятельно проанализировали, ну, что дети тоже способны услышать свои ошибки, то есть послушать, и тогда, как бы, это еще один взгляд со стороны происходит. То есть у ребенка уже на сцене, ага, я вот здесь, вот здесь помню, что у меня на видео там вот какие-то моменты, то есть он их доработает, и уже на сцене у него получится стабильно. Дальше, как бы, ритмическая составляющая, я считаю, что это вообще основное. То есть если есть пульсация, есть ритм, то есть какие-то опорные ноты, то, в принципе, волнение как таковое, но оно все равно есть. А на любом случае это волнение есть, но оно не такое, которое захлестывает ученика, да? То есть есть волнение подъем, есть волнение паника. Вот чтобы этой паники не было, стабильная ритмическая составляющая, то есть обязательно игра с метрономом, если есть неустойчивый какой-то ритм. И вот ощущение долей, да, ощущение долей и ощущение стремления, то есть то, куда, опять же, нужно увлеченно, чтобы ученик играл, то есть должен быть погружен в эту музыку, если ему это интересно, это интересно публике. И точно как бы не будет каких-то моментов на сцене, там, ошибок. Ну, даже если ошибки случаются, не нужно их пугаться. То есть если нужно описать, что концерт – это праздник, да? То есть ты должен, во-первых, это ответственность большая, да, перед слушателем, донести то, что ты сделал и порадовать людей в зале, да? То есть что это важно, чтобы не было нагло, что это как на наказание ученика ведут какое-то, да? То есть праздник показать, работу преподавателя показать, то есть насколько ты действительно любишь то дело, которое ты занимаешься. Вот, играть с удовольствием, играть для себя, то есть чтобы это было действительно здорово, красиво, и какие-то ошибки, и просто не бояться этих ошибок. То есть вы как бы не начальными таки объясните, что ошибка – это не приговор, да? То есть мы не роботы, всё равно случается даже у великих музыкантов какие-то там неточности, они есть в любом случае, потому что мы не роботы, и разное настроение, разное состояние бывает, совершенно бывает разное состояние. Ну, знаете, у меня были такие стрессовые концерты, когда на гастролях, допустим, в Новосибирске, меня везли издалека на концерт, и сломалась машина по пути, это было ужасно, это был концерт в колледже имени Мурова, и, значит, просто заглохохнули, а там, минус 27 на улице, вот. И, значит, мы часто могли поймать такси, она не приезжала, потому что трасса, вообще никто не приезжал, и я настолько замёрзла просто, что уже ноги у меня были просто ледяные. И концерт, вот, уже оставалось там 20 минут до концерта, и мы всё ещё, как бы, в дороге, и вот, как бы, программа сложнейшая, там, и Агуада, там, блестящая рома, там, где заявлена программа была просто, и Кузин организовывал такой большой фестиваль, вот этот Новосибирский знаменитый конкурс, и просто было состояние, я не знаю, сначала была паника, потом я уже успокоилась, ну, ладно, всё равно, уже теперь уже всё равно, вот. И, значит, мы поймали такси, кое-как, а мы через час приехали, и с большими, с огромными пробками, на 30 минут мы опоздали на этот концерт, то есть Кузин говорит, так, давай, тебе там чуть ли не 100 грамм надо, и я говорю, нет, я тогда ничего не собираю, значит, я прижалась к батареи, там, разогревала, значит, эти самые руки, и мне налили чай какой-то горячий, значит, ведущая вышла там, не знала уже, что говорить, полчаса там что-то про меня рассказывала, потом про то, как мы добирались, вот, и, значит, я выхожу, значит. Я начала с какого-то медленного поведения совершенно, чтобы просто войти, вот, волнение вообще никакого, естественно, то есть руки, и после такого стресса совершенно пропало вообще волнение, то есть как будто мне просто, я не знаю, мне было всё равно, серьёзно, то есть не сковало, а наоборот какое-то вот расслабление пошло, и в процессе концерта, как потом мне подошли, там, ну, многие гитаристы, мне известно, значит, подошли в процессе, ты разогревалась, разогревалась, и в конце это было просто уже ударно настолько, это было какое-то немного шоковое состояние, то есть я не знаю, что это хорошо, но вот мне иногда помогает вспомнить, когда я играю в сложную программу, вспомнить, что со мной происходило в тех моментах, и вот вернуться в какое-то состояние, такое тоже очень, вот, интересный момент. В общем, у меня был такой случай, в Южную Корею я летела на крупный фестиваль, и играла в отделении от Мировой Я, а второй в Арченбилу, то есть это крупный фестиваль, и Дайджон Гитар Фестивал проходил в городе Дайджон, и, значит, меня везли из Аэропорта, так получилось, что мне взяли билеты сначала, а потом выяснилось, что концерт будет вот в этот именно день, в который я прилетаю, вот, то есть его перенесли, сдвинули, потому что, говорит, нет, с зала так случилось, что вот так взяли организацию билеты, вот это просто какое-то совпадение, такой крутой фестиваль, да, и я должна была, естественно, прилететь накануне, там, в ночь поспать, а так получилось, что я прилетела, меня забрали на машине из Аэропорта до этого города, два с половиной часа на машине, мы ехали на машине, меня привезли в отель, мне сказали, у тебя есть one hour, буквально один час, то есть, вот, и что, разыгрываться, спать, я, вот, то есть состояние было совершенно, то есть, вообще, с восемь часов перелет, да, в Южную Корею, я выбрала поспать, я считаю, что я правильно это выбрала, то есть, я завела будильник, и вот я отрубилась сразу, буквально, да, и через час я проснулась, час прошел, вот, встала, вот, и я почувствовала, что какая-то, вот, даже этого часа мне хватило, чтобы в какое-то состояние вот такое прийти, вот, и затем, естественно, была какая-то мялость, вот, там были организаторы, вот, и они мне дали этот напиток энергетический, фактически, значит, там что-то женьшень, мед, что-то еще, вот, я, значит, этот напиток выпила, сразу, вот, состояние улучшилось гораздо, гораздо, не знаю, что мне не дали точно, но там что-то на баночке было нарисовано женьшень, там что-то еще, не знаю, что это на составе, но какая-то бодрость вот настала, вот, этот напиток, И, значит, я вышла, тут, значит, марчет было, постучал, пообщались, то есть серьезный уже концерт. И прошел на одном дыхании, просто удивительно, то есть как тоже какое-то состояние такое стрессовое помогло совершенно успокоиться, раскрепоститься. Вот удивительная вещь. Да, ну вот как бы это не есть хорошо, но иногда мне помогает вспомнить просто какое состояние бывало я играю, иногда даже спокойное состояние, какой-то мандраж возникает, да, вроде все хорошо, тебя привезли. И за два часа, там, ты готовишься к концерту, и возникает какой-то мандраж, что то стул, значит, не только санты, то там, то туфли, да, кстати, очень важно проверить, что санты стула, да, и, значит, удобная обувь тоже, кстати, немаловажная. Иногда девочки, пальцы-то очень высоких каблукав, тут надо как бы подобрать, дома прорепетировать в концертном костюме, это важно. Иногда дети выходят, вот у меня тоже, у меня 12 лет, до Кольжи преподавала в старой школе, вот, вдруг выясняется, что скользкие брюки, они с собой ни тряпочек, ничего. То есть инструмент начинает вот так толстеть, то есть на джинсах он не полз, а тут он вот так вот, 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 и все, значит, уже, естественно, на какой-то веровой музыке можно придумать. То есть, ну, тут много важных комментов, мне кажется, что это отдельная тема, и можно будет посвятить беседу. Спасибо большое, спасибо большое, Екатерина Анатольевна, очень интересно с вами. Тут вот вам пишут коллеги самые лучшие слова, теплые, вы почитаете. Спасибо, я обязательно почитаю. Да, вы чат почитаете. Да, вот, как вы относитесь к использованию тряпочки? Знаете, я, да, действительно, сама использую, когда у меня, у меня есть платье, которое не скользит, вот, есть такие платья. Да, и сейчас выяснилось, что у меня есть брюки одни, которые тоже совершенно стабильно, я могу не брать в них. Да, ну, если какое-то, действительно, скользкое, совершенно спокойно, то есть не таких проблем. Финдриштейн использует даже две тряпочки, он обкладывается там весь тряпочками. Ничего страшного, это специфика, нам важно свобода, чтобы мы совершенно свободно себя чувствовали с инструментом. Это самое главное, мне кажется, комфорт на сцене, комфортный. И тогда уже, да, музыка начинает звучать по-другому. Да, ну, понятно, да, спасибо, да. Ну, в общем-то, тряпочками многие пользуются, действительно, это удобно. Да, ну, в общем, вот я, пожалуй, один комментарий хочу зачитать, потому что люди ждут, да, очень признательны силам возможностей, Екатерина Анатольевна, для выпуска школы. Вот люди ждут этой школы все-таки. Хорошо, постараюсь, да, постараюсь. Это важная вещь, я вот, ну, мы с вами много на эту тему тоже говорили неоднократно, что, в общем-то, эта история наша, это должно быть, ну, наверное, достоянием нашей педагогики российской. Вот, поэтому мы все действительно ждем, люди пишут тут и личные сообщения мне, вот, ну, я говорю тут. Ну, да, надеемся мы, что это все-таки произойдет. Хорошо, да, я буду очень стараться, летом обещаю этим заняться, потому что сейчас действительно много, много разные работы, концертные, в том числе, наконец-то, все разрешили. Концертную деятельность нашу долго ждали, вот гастроли намечены, там, в общем, и методическая теперь у меня деятельность еще, сейчас будут курсы повышения, они уже начались сегодня, да, вы сказали, на базе школы Светлановой. Я там тоже буду читать лекции, у меня три лекции, найди будет 28 февраля, и две лекции еще будут в марте. Ну, сейчас уже, видимо, заявки, наверное, не принимают, но вот такая вот, как бы, это курс повышения квалификации преподавателя. Ну, спасибо большое, Екатерина Анатольевна. По-моему, да, вроде вопросов больше нет, вот, но мы, наверное, тогда дальше будем двигаться потихоньку. Да, хорошо, всего доброго. Да, вам спасибо, вам удачи, успехов. Спасибо большое, всего доброго, до свидания. Всего доброго, спасибо.